Постараюсь на него ответить сейчас. Всем детям подходит людей. У нас как раз следующие специалисты, которые будут выступать тоже на этот вопрос, потому что следующие два наших спикера работают уже. Если предыдущий вебинар был рассчитан именно на родительскую аудиторию и на то, как можно применять данные технологии дома, то сейчас будет вебинар о том, как можно применять технологии прикладного поведенческого анализа при работе уже непосредственно в школе. Да, и Наталья, может быть, тоже подхватит эстафету и даст свой ответ насчет того, всем детям подходит ЭБИ, что она на эту тему думает. Сейчас у нас будет выступать Наталья Фустинова, учитель-дефектолог, ЭБИ-специалист, BCBA. Здравствуйте. Да, они поделятся своим опытом обучения и работе с текстом детей с расстройством аутистического спектра на основе прикладного анализа поведения в первом классе. Да, добрый день. Пожалуйста, Наталья. И любые вопросы будут на вкладочке «Вопросы». Постарайтесь оставить время на ответы. Спасибо. Сейчас. Эхо нет, да? Вроде бы все нормально. Здравствуйте. Сейчас загрузится наша презентация, надеюсь. Что-то она не грузится. Видно презентацию? Вот теперь видно. Вам видна презентация? Просто я ее не вижу. Мне почему-то она не видна. Как? Что мне нужно сделать, чтобы была... Вот. Сейчас. Это заставка, а презентацию как сделать, включить? Все. Да, спасибо большое. Наш доклад будет состоять из двух частей. И представляем мы его тоже как бы два разных специалиста с двух разных сторон. Во-первых, я. Первую часть буду вести я. Меня зовут Фащунова Наталья. Я учитель-дефектолог высшей категории. И сертифицированный поведенческий аналитик. Также я являюсь куратором класса для детей с РАС в одной из московских школ. И Любовь Николаевна продолжит разговор. Наш рассказ. Любовь Николаевна является учителем начальных классов и является учителем нашего автономного класса для детей с РАС. В нашем классе учатся семь детей, у всех диагноз РАС. И они обучаются по программе, вариант программы 8 и 2. И наш доклад называется вот таким образом. Обучение работе с текстом детей с РАС на основе прикладного анализа поведения в первом классе. Но начну я немножко с другой стороны. Во-первых, что хотелось бы сказать. Без чего невозможна работа с детьми с РАС в школе. И не только в школе, как только что свидетельствовали наши коллеги, которые могут работать конкретно не на базе школы, но и с другим уровнем детей. Без чего невозможно работать с детьми с РАС. Без команды. И если мы говорим про школьное обучение, то частью этой команды обязательно будут являться не только учитель, но и тьютеры, и если мы говорим про детей с РАС или про детей с различными нарушениями развития, в том числе с нарушениями поведения, этой команде не обойтись без помощи специалиста прикладного анализа поведения. И в нашем классе на 7 детей мы имеем 4 тьютера. И я как куратор класса, как специалисты ЭБИ, которые нахожусь в классе 3 раза в неделю. И помогаю как тьютерам, так и учителям, как и учителю, не только класса, кстати, но и учителям-предметникам, организовать эффективную обучающую программу для детей. И вот я немножко хочу рассказать теоретические основы этой моей работы, как мы готовим базу для формирования учебного поведения детей в школе. Дети, которые учатся у нас в классе, имеют различные особенности развития. Как все знаете прекрасно, есть такое утверждение, что если вы знаете одного ребенка с РАС, вы знаете всего лишь одного ребенка с РАС. Дети настолько разные, у них могут быть абсолютно разные друг от друга дефициты и сильные стороны. И фактически наша работа – это индивидуальная работа. Мы индивидуально должны найти подход к каждому ребенку. Да, у нас в первом классе есть предметники. У нас есть труд, изо, ну, конечно же, физкультура, музыка. Я учитель-предметник, я веду окружающий мир. Вот, наши дети на данный момент учатся во втором классе. Помимо всего прочего, помимо нарушения внимания, памяти, нарушения социального взаимодействия, у наших детей есть нарушение речи. И они могут колебаться от низкого словарного запаса до лексико-грамматических нарушений, до, как бы, фразовой речи в стадии становления. Многие из наших детей пришли в школу с фразовой речью в стадии становления. И при этом у них есть программа 8.2. И перед нами стала задача адаптировать весь материал начальной школы под потребности наших детей. Для чего нужны ЭБИ-методы в школе? Значит, они нужны, в первую очередь, для того, чтобы сформировать поведение. Когда мы говорим поведение, когда я говорю про поведение, что я имею в виду? Я имею в виду очень конкретные навыки. Например, поведение – сидеть за партой. Поведение – складывать вещи в портфель. Поведение – кушать суп в столовой ложкой. Поведение – переобуваться, переодеваться на физкультуру. И так далее, и так далее. Этих поведений миллион. И мы не говорим про учебное поведение, только про поведение делать уроки или участвовать в уроке. Поведение – оно комплексное. Дальше. На что еще мы делаем акцент? Так как у нас есть дети с нарушениями речи, то без развития фразовой речи, без постановки навыков диалога, обучение таких детей в классно-урочном формате будет невозможным. И также мы используем методы ЕБИ для коррекции нежелательного поведения, которые есть у детей в той или иной степени. И эта работа ведется регулярно, постоянно, всеми членами нашей команды. И вот сейчас я хочу рассказать более конкретно о тех методах, над которыми мы работаем, какие мы используем. Без чего вся работа по обучению детей в классно-урочном формате будет невозможна, при этом с индивидуальным подходом. Значит, прикладный анализ поведения берет свои истоки в экспериментальном анализе поведения, родоначальником которого является Дерис Киннер. Вы видите указочку? Я хочу указочку использовать. Видно указочку на экране? Нет, не видно. Нет? Нет. Не видно? Ну, значит, к сожалению, не получается. Вот, появилась. Большая часть того, что известно... О, спасибо большое. А как мне... Вот, спасибо. Большая часть того, что известно о прогнозировании и контроле поведения человека, так или иначе связана с трехчленной последовательностью оперантного обусловления, что является центральным понятием анализа поведения. Что это такое? Посмотрите на эту схему. В этой схеме R – это поведение, да? S, стоящая слева, – это различимый предшествующий стимул в окружающей среде. И S, стоящая справа, – это последствия поведения. И при формировании любого нового поведения, а в нашем случае мы будем говорить про учебное поведение, последствия, как правило, приобретают функции положительного подкрепления. То есть, такого стимула в окружающей среде, который появляется сразу после поведения, подкрепляет его и увеличивает частоту возникновения этого поведения в будущем. Приведу очень конкретный пример. Например, в окружающей среде класса во время урока появляется такой различимый стимул, как вопрос учителя. Учитель задает вопрос. Какую реакцию, то есть, какое учебное поведение мы ждем от ученика в данный момент? Например, мы ждем поведения «ответить на вопрос учителя». Можно по-разному среагировать на вопрос учителя, но в нашем случае мы будем работать над поведением «ответить на вопрос учителя». Ученик отвечает. Что делает учитель как фактор окружающей среды? Он говорит ему «молодец». И вот это «молодец», являясь последствием поведения и являясь положительным подкреплением, то есть, некоторым фактором окружающей среды, который добавился в среду, его раньше не было, а теперь он есть. Учитель говорит «молодец». Этот фактор подкрепляет поведение ученика отвечать на вопрос учителя и будет влиять на появление этого же поведения в ответ на вопрос учителя в будущем. Если мы хотим, чтобы это поведение у ученика закрепилось стойко и осталось навсегда, мы должны постоянно его подкреплять, таким образом, учащая его появление. Похвала учителя в данном случае – это положительное подкрепление. И положительное подкрепление – это самый важный закон прикладного анализа поведения, без которого невозможно никакое обучение. На этом слайде вы видите пирамиду потребностей Маслоу, на которой представлены различные виды подкреплений, которые человек получает в жизни. И вот Берри Скиннер разделил все подкрепления на два вида. Безусловные, то есть, основанные на жизненно важных потребностях человека, то есть, врожденные. И условные, то есть, выученные в процессе воспитания, обучения, жизненного опыта. Зачем, вы меня спросите, вы нам все это рассказываете. Для огромного... Эхо есть? Любовь Николаевна, есть эхо? Ну ладно. Для огромного количества детей с РАС такие условные социальные подкрепления, как, например, оценка, например, который ставится в школе, да, за знание, или похвала взрослого не имеют особой значимости. А наоборот, значимыми для них будут являться такие виды подкреплений, которые находятся вот приблизительно, ну вот на этом уровне. То есть, грубо говоря, это вкусняшки, игрушки и какие-то значимые для них виды деятельности. Ну, например, прыгать на батуте, да. Для того, чтобы сформировать учебное поведение и мотивацию к учебе, нам невозможно это будет сделать, если мы не будем учитывать вот доступные для детей эти подкрепления, которые пусть они находятся на этом уровне. нам надо их найти, наблюдая за детьми, например, или разговаривая с родителями, выявить и использовать, подкрепляя то новое учебное поведение, которое мы будем формировать во время нахождения ребенка в школе. Что нам еще очень важно знать о подкреплениях? Нам очень важно знать, что они все очень индивидуальны. Кто-то из детей любит есть мармеладки, при этом не все любят мармеладки, кто-то не любит смотреть мультфильмы, смешарики, например, а кто-то терпеть не может, например, прыгать на батуте или плохо реагирует на какую-то музыку, например, да. Во-вторых, если не учитывать мотивацию человека к получению того или иного стимула, то есть не учитывать значимость подкрепления, а также, что очень важно, не учитывать количество усилий, которые ребенок должен совершить, чтобы это подкрепление получить, у нас ничего не получится. Мы не сможем сформировать у нашего подопечного никакое новое поведение, и процесс его обучения будет неэффективным. И в-третьих, когда мы формируем то или иное поведение или работаем над коррекцией нежелательного поведения, особенно в самом начале нашей работы, очень важно, чтобы подкрепление следовало за поведением незамедлительно. И тут вы тоже можете задать мне вопрос, как это возможно в школе? То есть мы не можем подкреплять каждый ответ ребенка тем, что он любит, например, прыжками на батуте. Каким образом вообще мы можем использовать все эти знания, чтобы научить ребенка учиться так, как все учатся? И тут для нас самое главное – это помнить, что в основе обучения ребенка с раз лежит только индивидуальный подход и не только ребенка с раз. Вот. Но одно из самых важных открытий скиннера стало в том, что подкрепление не обязательно должно следовать за каждой реакцией. И цель любого процесса воспитания и обучения – сделать так, чтобы перевести ребенка на переменный режим подкрепления. То есть чтобы ребенок научился ждать какое-то время это подкрепление. Каким образом это происходит на практике? Для этого в ИБИ есть такое понятие, как генерализованное подкрепление. Что это такое? Это те стимулы в окружающей среде, которые человек научился воспринимать как подкрепление в течение жизни в процессе сочетания с другими разными для него важными подкреплениями. Например, что это конкретно такое? Это внимание и похвала. Мы все с вами очень зависимы от внимания, похвалы и социального одобрения. Если нейтральная для ребенка оценка учителя после трудного задания будет сочетаться с возможностью поиграть на компьютере, то, что любит ребенок, то постепенно ценность оценки учителя будет постепенно увеличиваться. Мы делаем такое спаривание. Мы спариваем нейтральный стимул с значимым для ребенка подкреплением. И постепенно нейтральный стимул будет приобретать ценность, значимую для ребенка подкреплением. Таким образом мы обусловливаем оценки. Таким образом постепенно мы повышаем значимость похвалы. Слово «молодец» и у тебя хорошо все получается, как подкрепление в процессе нашей учебной деятельности. Другое генерализованное подкрепление, которым мы все активно пользуемся, это деньги. Сами по себе они лишены ценности, но они могут быть заработаны различными способами, то есть путем совершения различных видов поведения. Их можно обменять фактически на бесконечное количество видов подкреплений. Но мы говорим с вами про школу. Мы говорим про формирование поведения, работа с текстом. Какие генерализованные стимулы мы можем использовать в обучении наших детей, чтобы подкреплять формируемое нами поведение? Жетоны. Многие из вас слышали про жетоны. Использование жетонов аналогично использованию денег в обществе. Как и деньги, жетоны можно обменять на разнообразные первичные и вторичные подкрепления. То есть собрав несколько штук, ребенок получает то, что он сам хочет, то, что он сам выбирает. Например, просмотр мультика после урока. Жетон – это средство незамедлительного подкрепления поведения при условии, что само конкретное подкрепление, вот приз, компьютер ли, да, будет отсрочено. То есть оно, это такой таймер для ребенка. Жетоны – такой таймер. Что должен ребенок знать о жетонной системе? То есть мы не просто так кладем перед ребенком жетоны, и он начинает ждать свое подкрепление. Нет. Это процесс тоже обучения. Ребенок должен быть научен реагировать на жетоны. Как мы его учим? Мы его учим, что жетон он получит за то, что сделает какое-то задание, которое мы ему дадим. Далее мы формируем у него знание о том, что он получит, если соберет все жетоны, сколько нужно собрать жетонов, чтобы получить подкрепление, и когда именно он сможет их обменять на подкрепление. За что мы будем ставить ребенку жетоны? Тоже все очень индивидуально. Вот тут приблизительная таблица. Гипотетические дети. У каждого ребенка есть своя система. У нас нет одной на всех. И каждый тьютер, сидящий с этим ребенком, он знает, за что он ему ставит жетоны. Например, за то, что он сидит тихо, не болтает. Или за то, что выполняет инструкции с подсказкой. А другому ребенку учитель или тьютер будет ставить жетон за то, что он выполняет инструкции без подсказки. Например, с первого раза. И так далее. У всех детей эта система будет индивидуальной. И, соответственно, как вы видите, и поощрение у всех свои. То есть кто что любит, тот то и получает. И если в начале нашего обучения в первом классе мы очень много использовали каких-то простых подкреплений, типа кусочков шоколадок, игрушечки всякие разные, то теперь наши дети работают за более естественные для школы виды подкреплений, как за наклейки, за игру на перемене и так далее. За какие-то виды деятельности. И чем выше уровень ребенка, чем более адаптированным и обученным, тем более сложные многоуровневые системы жетонов мы можем использовать. Я вам сейчас хочу показать видео жетонные системы для класса. Как мы используем жетонную систему для всего класса. Вот такой пример. У каждого ребенка своя система поощрения, свои жетоны. А наша задача как бы обучить их реагировать на вот эти общие для всего класса. И, значит, эти общие что значит? Что правило такое, что за выполненное задание ребенок получает смайлик. Если к концу урока у него имеется три смайлика, в конце урока он идет в сенсорную комнату. Это вот они сами написали. Очень важно, чтобы то, что писалось сюда, было значимо для всех детей. То есть иначе каждому ребенку что-то дается то, что конкретно он хочет. То есть вот это общее подкрепление должно быть действительно значимым для всех. Теперь поговорим еще про один очень важный момент, без которого невозможно формирование никакого учебного поведения и в первую очередь поведения работы с текстом. Сейчас мы поговорим про подсказки. Предоставление ученику подсказок – одна из первостепенных задач тьютера. И в начале формирования поведения наша цель сделать так, чтобы все реакции ребенка были успешными. То есть чтобы на все вопросы учителя он отвечал, за все ответы его похвалили, он получил свое подкрепление и был успешен. Даже если его реакции будут произведены с огромным количеством помощи взрослого. И вот здесь представлена как бы видоизмененная последовательность, которая стала четырехчленной. Вот то, что отмечено вот этой красной стрелочкой, это наше поведение, которое мы хотим, чтобы увеличилось в будущем. Если его нет, мы только начинаем его формировать без подсказки, которая должна возникнуть в окружающей среде сразу после стимула, как, например, вопрос учителя, нам не обойтись. Какие мы знаем виды подсказок? Я не буду перечислять, я думаю, все знают прекрасно. А какие подсказки мы больше всего будем использовать на уроках обучения чтению или во время заданий по работе с текстом? Во-первых, визуальные подсказки. И все наши тексты насыщены этими визуальными подсказками. Во второй сегодня части нашего доклада, который мы будем делать с Викторией Пеньковой в 16.30, мы будем рассказывать именно о том, как идется работа вот с такими большими текстами. Тексты учебника 2-го, 4-го класса. Каждый учитель в начальной школе, естественно, использует огромное количество различных, всяких разных подсказок. Так и должно быть, потому что особенно дети с особенностями развития нуждаются в огромном количестве наглядности. Это то, что облегчает процесс их обучения значительно. Другая подсказка, которую мы очень активно используем, это жестовая подсказка. И наша задача постепенно перевести практически все подсказки тьютера ребенку на минимальные жестовые, которые потом можно будет убрать. Таким образом, наша задача сформировать самостоятельные реакции ребенка. То есть цель любого формирования, любого учебного навыка, что в какой-то момент ребенок сможет делать это полностью самостоятельно с любыми людьми в любой среде. Дальше. Что очень важно знать про подсказки? Подсказка дается всегда перед тем, как ребенок среагирует. Если ребенок уже среагировал неправильно, а после этого вы ему даете подсказку и потом подкрепляете, таким образом вы подкрепляете неправильные реакции ребенка. А нам надо сделать так, чтобы подкреплялись только правильные реакции. Дальше. Подсказка дается только после инструкции, потому что очень важно помнить о том, как мы формируем это поведение. То есть нам нужно сформировать в поведении ответы на вопрос учителя. Значит, во-первых, нам надо дождаться вопроса учителя. Только после этого дать подсказку, помочь ребенку ответить и похвалить его за то, что он ответил. И дальше очень важный момент, про который не знают люди, которые не знакомы с прикладным анализом поведения, что постепенно все подсказки должны быть уменьшены и убраны. Это целый процесс, процесс, который вот я как куратор, собственно говоря, это моя основная задача на данном этапе работы с классом, потому что если у нас эта работа не будет вестись, наши дети будут всегда зависеть от помощи тьютера и от помощи учителя и взрослого. А как я уже сказала, наша задача – сформировать у детей полностью самостоятельные реакции. Таким образом, можно сказать, что в работе с текстом задачи, использованные для методов, это, во-первых, научить ребенка читать и научить ребенка ориентироваться в этом тексте, в содержании этого текста. Также не только как бы читать этот текст, но и показать, продемонстрировать такое поведение, благодаря которому учитель поймет, что ребенок понял, о чем в этом тексте говорится. А как это может произойти? Например, ученик ответит на вопросы учителя по содержанию текста. И если у нас есть сложности с фразовой речью, мы используем у детей, да, им сложно индивидуально отвечать на вопросы, они нуждаются в огромном количестве помощи взрослых, мы используем такой метод, как хоровые ответы. Тоже метод очень широко используемый в прикладном анализе поведения и очень освещенный хорошо. И про метод хоровых ответов вы сможете увидеть его на видеох Любовь Николаевны чуть-чуть попозже. А также мы учим детей отвечать полной фразой на ответ учителя. Это тоже очень сложное комплексное поведение, которое без структурированного обучения не формируется само по себе. Вот, обо всем этом, то, что я сейчас сказала, вы можете почитать наши методички, мои методички, которая вышла благодаря Ро Контакт в этом году. К сожалению, ее нет больше в доступе, но я очень надеюсь, что на днях я подпишу договор с издательством и к лету методичка появится в продаже. Поэтому следите за объявлениями на странице Ро Контакт или на моей странице в Фейсбуке. Дальше, о чем еще очень хочется вам сказать, о чем мало говорят, тем более в среде мало знакомой или только начинающей знакомиться с прикладным анализом поведения. Когда мы говорим про работу с текстом, мы говорим про сложное поведение, сложную речь ребенка. Во-первых, про фразовую речь мы говорим. И в прикладном анализе поведения целый пласт исследований и целый пласт литературы посвящен именно формированию фразовой речи. Я хочу немножко вам про это рассказать. Этот пласт методов также непосредственно связан с трудами Скиннера. В 1957 году он опубликовал фундаментальный труд, который назывался «Вербальное поведение». И в нем он сделал предположение о том, что речь представляет собой одну из форм приобретенного поведения, которая развивается и поддерживается за счет тех же факторов окружающей среды, что и обычное невербальное поведение. И Скинер определил вербальное поведение как поведение, подкрепляемое посредством поведения другого человека. То есть вербальное поведение включает в себя социальное взаимодействие между говорящим и слушателем. Все, кто знаком с детьми СРА, знают, что такое хололия. И мы очень много знаем детей, у которых якобы развернутая речь, но эта речь не имеет никакого отношения к коммуникации. То есть ребенок может наизусть цитировать мультфильмы или какие-то там тексты, но при этом не умеет обратиться с просьбой или не умеет прокомментировать свое состояние, свои мысли и свои желания. Это говорит о том, что у него не сформирована коммуникативная функция речи. То есть вроде речь есть, но фактически она не используется по назначению. А когда мы говорим про поведение, которое несет внутри себя задачу социального взаимодействия между говорящим и слушателем, к такому поведению можно отнести вообще очень много разных реакций человека. Например, плач маленького ребенка. Это коммуникация. Например, ребенок, который сообщает маме о том, что ему некомфортно, потому что у него мокрый памперс или он голодный. Или, например, указание пальцем. Это тоже будет уже вербальное поведение. Или, например, использование карточек, обмен карточками, как внутри системы ПЕКС. Это тоже вербальное поведение, потому что оно несет внутри себя функцию коммуникации. И согласно этим утверждениям, Скиннер в своем научном труде разделил вербальное поведение на шесть видов по их функциям. То есть есть такое вербальное поведение, которое имеет функцию просьбы, и он назвал это мант. То есть все, что мы просим. Мы, например, можем просить с помощью указательного жеста, как это делают маленькие дети, с помощью крика, с помощью карточки, с помощью жеста. Называние, наименование предметов, когда ребенок показывает и говорит «О, тик-так!» Туда он показывает «тик-так!» Показываемые часы. Это наименование или называние. Эхореакция, то есть повторение звуков или слогов, или слов, произносимых другим человеком. Интравербализация. Другими словами – это навыки диалога. И понятно, что такое прочитывание и транскрипция. Зачем я вам все это рассказываю? Я вам рассказываю это за тем, чтобы рассказать о том огромном пласте работы, который должен быть проделан с детьми до того, как обучать его чтению. Потому что на основании всех вот этих вербальных оперантов, о которых я только что сейчас сказала, по мере того, как они развиваются, потому что вот все вот эти вот виды вербального поведения составляют основу ABA-программы раннего вмешательства. Когда к нам приходит маленький ребенок, первое, чем мы начинаем заниматься – это формированием просьб. Потому что те, у кого есть опыт взаимодействия с детьми с раз в 2,5-3 года, знают, каким образом ребенок может с помощью истерик добиваться того, что он хочет. Почему это происходит? Потому что не имея сформированного поведения просьбы, он подменяет его тем поведением, которое сам придумал, на которое он потом получил в итоге подкрепление. То есть он может кричать и получать то, что он хочет. То есть мама лишний раз, лишь бы он не кричал, даст ему что-то и таким образом подкрепит его поведение, просить с помощью крика. И вот все вот эти вот навыки мы формируем у ребенка, начиная просто с первых дней, как только он к нам обращается. И что такое множественный контроль? Почему я сейчас хочу про него рассказать? Это наличие множественно функциональных связей между вербальным поведением и его предшествующими факторами и последствиями. Значит, если у человека сформирован множественный контроль, то есть одновременно он умеет использовать разные виды вербального поведения, он сможет научиться диалогической речи, комментированию, ответам на вопросы, пересказу, рассказу, монологу, письму и, соответственно, работе с текстом. Пример, чтобы пояснить вам, о чем я сейчас говорю. Что такое множественный контроль? Например, слушая лекцию, вы слушаете, что вам говорит лектор, осмысливаете каким-то образом для себя это, делаете заметки в конспекте и параллельно формируете вопросы, чтобы задать лектору. Таким образом, у вас все вот это вот вместе, все различные виды поведения, то есть поведение слушателя, поведение называть, поведение проговаривать внутри себя и поведение формулировать вопрос происходит одновременно в голове. Это происходит только благодаря множественному контролю вербального поведения. Что нам нужно делать, чтобы сформировать этот контроль у ребенка? Вот посмотрите сюда. Значит, также внутри множественного контроля есть такое понятие, как условно-вербальная дискриминация. Что это? Это способность ребенка отвечать на различные виды вопросов, выделяя в вопросе ключевое слово и слова, удерживая их в памяти и формулировать правильный развернутый ответ. Например, если сейчас я вам задам задание, найдите мне красный фрукт, вы моментально найдете его. Почему? Потому что у вас, во-первых, сформировано понятие, что такое красный, и, во-вторых, сформировано понятие фрукт. Но вы мне не скажете, что это груша, именно потому, что вы помните, что этот красный, то, что я попросила, оно должно быть красным. И вы мне не назовете кораблик, именно потому, что я сказала, что эта вещь должна быть фруктом. Красный фрукт здесь именно яблоко. Как это произошло? Это произошло благодаря вашей способности осуществлять этот множественный контроль. Дальше. Есть очень много таких нейропсихологических упражнений, которые нейропсихологи делают с нашими детьми, но почему-то очень часто из этих упражнений выпадает такой навык, как формирование речи. Вот на этих всех упражнениях, которые я вчера попробовала сама создать такую матрицу, очень хорошо тренируется именно этот множественный контроль. В основе развития этой условно-вербальной дискриминации лежит объем слуха речевой памяти, то есть объем эхореакции, то есть количество слов, которые ребенок единовременно может удерживать у себя в памяти. И вот весь период подготовки ребенка к чтению, весь дошкольный период, весь период, наверное, первого класса должен быть обязательно посвящен формированию вот этих всех навыков, потому что если эхореакция у ребенка два слова, он может одновременно удерживать в голове только два слова, он никогда не сможет понять предложение, состоящее из трех слов, и не сможет понять обращенную в речь речь взрослого, которая состоит из более чем трех слов. Очень важно, чтобы на этапе подготовки к чтению, на этапе подготовки к школе ребенок развил в себе эти навыки, чтобы ему помогли взрослые развить эти навыки. Каким образом? Сейчас я покажу вам несколько видео, как вот я делаю в своей работе. Так, теперь надо найти видео. То есть таким образом мы учим ребенка удерживать в памяти больше, чем у этого мальчика это пять слов. То есть представьте себе учителя, который вещает в классе у доски, и он говорит беспрерывно. Представляете, вот что из этого беспрерывного потока должен вычленить вообще наш ребенок, который одновременно может удерживать в памяти три слова. То есть о каком понимании речи мы можем тут вообще говорить. Вот он что-то выцепит из общего фона, и уже хорошо. А наша задача сделать этот процесс взаимным. Учитель, который дает инструкцию таким образом, чтобы было понятно ребенку. Ребенок, который способен переработать эту инструкцию и дать, соответственно, адекватный ответ. То есть какую инструкцию вот этот мальчик в состоянии выполнил. То есть смотрите, это способность удерживать... Ой, не хочет закрываться. Это способность удерживать в памяти несколько инструкций, двухсоставную, например. Это его вот потолок был на тот момент. Двухсоставная инструкция. Надень шапку, зажги фонарик. То есть те фразы, с которыми он должен работать на этапе подготовки с текстом, должны быть из четырех слов. Потому что больше не поместится в объем его слуха речевой памяти. А дальше у нас будет другой навык. Например, я его пошлю в ванную и скажу «Принеси мне из ванной папину футболку». Он должен помнить, что он идет в ванную, что он идет за футболкой, и что футболка должна быть папина, и что он еще должен ее назад мне принести. То есть четыре, вот она, четырехсоставная инструкция. То есть при этом он должен помнить, должна быть дифференцировка, что он идет за папиной, а не маминой футболкой, и что он идет за папиной футболкой, а не папиным полотенцем. И что он идет в ванную, а не на кухню. Ну, еще и как бы помнить, что в итоге все это должно закончиться тем, что он должен принести это мне. Я к чему все это хочу рассказать Я хочу сказать, что на этапе подготовки ребенка к школе И на этапе вообще поиска адекватной программы И поиска адекватной системы обучения детей Таких детей с нарушениями речи Детей пограничных по большему счету У них стоит программа 8.2, но не у всех она реально 8.2 Надо понимать вообще, с чем мы можем столкнуться То есть учитель, не понимая всех этих моментов Никогда не сможет организовать эффективное обучение этого ребенка И ему, значит, если он имеет право это не знать Тогда должен быть кто-то, кто поможет учителю перестроить свою работу И сделать этот процесс именно эффективным И очень важно, я так хочу сказать родителям Помнить о том, что придя в школу Вы там не находите фею с волшебной палочкой То есть этот процесс может быть только взаимным То есть ребенок, во-первых, должен быть готов Во-вторых, процесс его обучения в школе Он может быть только внутри тесного взаимодействия С этим учителем И там, где это тесное взаимодействие получилось сформировать Получаются и хорошие результаты Я хочу закончить буквально, показав одно видео И дальше передать слово Любовь Николаевна Которая расскажет про всю систему Которую мы описали Которую, это я не буду рассказывать Которую мы выработали И описали В нашей методичке Которая, к сожалению, тоже больше нет в доступе Но которая тоже скоро поступает в издательство И будет напечатана Мы очень надеемся К лету поступит в продажу И можно будет приобрести Где мы выработали всю программу Переработали программу первого класса Именно на основании навыков наших детей Вот таких, как я вам показала на видео Я вам покажу просто еще два последних маленьких видео И закончу На чем, значит, к чему мы стремимся Мы стремимся к тому, чтобы научить ребенка Владеть этой фразовой речью Имея такой вот объем слуха речевой памяти Имея такой уровень сформированного множественного контроля Имея такой уровень фразовой речи Пользоваться этой речью эффективно То есть как бы мы используем его навыки по максимуму Адаптируя программу под него Не ребенок адаптируется под программу А программа адаптируется под него И когда я говорю про максимальное использование навыков ребенка Значит, нам надо взять его навыки И построить из них максимально красивую постройку То есть, например, у нас есть У ребенка эхореакция из четырех слов Он одновременно может удерживать в памяти четыре слова Что можем мы с этим сделать? Мы можем, например, научить его уже Пользоваться полной фразой при ответе на вопрос учителя С опорой на подсказки И вот сейчас я хочу показать маленькое видео Вот чтобы научить этому навыку Отвечать полным ответом на вопрос Мы использовали Во-первых, мы использовали положительное подкрепление Потому что иначе без него ребенок бы ничему не научился Мы использовали подсказки В данном случае мои речевые подсказки Пальцы, как визуальная опора, например И у нее еще картинка лежит Мы использовали все навыки развития множественного контроля И мы использовали условно-вербальную дискриминацию Потому что ребенок должен помнить вообще, о чем сейчас идет речь И уметь выявлять связь слов-предложений И помнить, о чем конкретно сейчас он должен ответить Это все очень комплексная большая работа Которая невозможна без команды Невозможна без взаимодействия с родителями ребенка Невозможна без взаимодействия с тьюторами Которые берут на себя львиную часть индивидуальной работы с ребенком И невозможно без системы Все это должно быть внутри системы Только так мы сможем усложнять задания Которые мы будем давать ребенку И усложнять требования к нему И усложнять программу И помогать ему учиться в школе И приобретать все новые и новые знания Все, я закончила Вот мои контакты Если у вас возникли вопросы какие-то Или вы хотите о чем-то более подробно узнать Я хотела тоже показать вот этот слайд Вот все, о чем я вам рассказывала Я узнала от моего супервизора От Ольги Мелешкевич У которой есть сайт Абараша На нем есть очень много ссылок На различные вебинары На которых она рассказывает И показывает очень много практических Видеоработы с детьми Каким образом можно сформировать множественный контроль И развить фразовую речь ребенка Чтобы подготовить его к восприятию Сложных речевых инструкций И подготовить к чтению и к работе с текстом Спасибо за внимание Спасибо большое, Антарья Александровна Я тогда беру, дам права в свои руки Сейчас я попробую загрузить презентацию Насколько у меня получится Не видно? Не, не видно Что надо сделать, чтобы было видно? Открыть Сейчас она загружается Вот, ну пока загружается презентация Я хочу сказать, что вот именно серьезную работу с текстом Вот плотно и целенаправленно Мы начали именно в первом дополнительном классе Здесь учитывать надо то, что именно в первом настоящем классе То есть когда ребят только пришли в школу Мы за год успели Вот видно, да? Видно? Хорошо Мы за год успели изучить всю азбуку И научились писать буквы, слоги, слова, предложения То есть это мы усвоили за год И вот как раз второй год обучения в первом классе Нам позволил Именно пройти и начинать работу Достаточно плотно с текстом С работой над текстом И всю работу над текстом мы вели Сейчас я попробую Подождите, я такая тут Обучение работе текста было построено четко На предотвращение нежелательного поведения На формирование социальных навыков На расширение словарного запаса На развитие коммуникации детей с раз Всю программу Первого, второго, получается, года обучения Можно сказать, мы ее переделали Совсем сделали иначе Мы ее разделили на шесть блоков Которые вот перед вами представлены И сейчас мы эти блоки рассмотрим более подробно Первый блок Это повторение пройденного в первом классе Условно мы его назвали Слова, слова, слова В этом блоке Мы Ну, повторяли, да Обязательным условием являлась визуализация То есть с опорой на изученный материал в первом классе Для детей все должно было быть очень понятно и доступно Если понятно, то, соответственно, и снижается уровень нарушения поведения Все пособия, которые Ну, часть здесь была представлена, часть мы использовали Мы изготавливали сами И ли брали у прекрасного человека, у коняхины То есть пользовались и ее пособиями Следующим, здесь же в этом блоке Вот составляли слова по картинкам Здесь же следующим звеном В составлении слов, чтении слов Это шла работа и с предлогами То есть здесь ребятам давалась большая сюжетная картинка Небольшие предложения И они сами должны были вписать предлог в соответствии там, где он находится Чтобы, ну, в экономии, наверное, бумаги, принтера цвета Эти картинки у нас были заламинированы И ребята писали фломастером По ламинированным верхнему слою Потом просто стирали Дальше на этом же этапе мы работали с правильной постановкой ударения То есть другими словами Это были слова-омографы С которыми мы знакомились И очень активно работали с ребятами Расширяли их словарный запас Ну, вот пособие, где дана картинка И вставить надо предлог Это уже пособие, которое мы сами делали Представлено Следующий блок Это уже работа над предложениями Ну, вот первая, которая представлена картинка Это пособие взято у Коняхиной Здесь мы именно учились строить предложения Предложения строили четко по картинке То есть кто изображен на картинке Что делает Сначала предложение строили только из грамматической основы То есть из подлежащего и сказуемо Коза пьет, мальчик сидит Потом мы стали добавлять уже третье слово И вот здесь мы использовали пособие, которое придумали в виде паровозика Точно так же заламинированные паровозики На которых ребята писали слова И выстраивали это предложение Здесь можно было поменять слова местами Поменяв паровозики Посмотреть, как предложение лучше звучит Здесь же, на этом этапе мы знакомились и с большой буквой Первое слово пишется с большой буквы В конце ставится точка Далее, после того, как ребята вписывали слова в окошечке в паровозиках Они переписывали это предложение в тетрадь Следующая работа, которая шла с предложением Вот как говорила Наталья Александровна Это дискриминация условно-вербальная Ребятам давалось предложение И картинка, где они должны были Соединить предложение Соответствующей картинкой Конечно, все было визуально достаточно быстро И очень-очень доступно Следующий Давайте посмотрим Работа, вид Ну, следующее, наверное, самое большое звено В работе с предложением это была постановка знака в конце предложения Ну, надо сказать, на самом деле, что это и до сих пор очень большая работа Потому что именно интенсионно детям тяжело определить знак в конце предложения И вот здесь, конечно, даже сейчас, когда мы уже пишем под диктовку Будучи учаясь во втором классе Предложение, когда записывают ребята предложение под диктовку Если в предложении должно закончиться вопросительным или восклицательным знаком То я им перед этим предложением не даю Даю небольшую подсказку Что сейчас я задаю вопрос Кто сидит на заборе? И у них есть Мы называем это планшетом Подсказки Куда они могут заглянуть Если у них возникает вопрос в написании предложения В написании знака Постановки знака в конце предложения Или я им говорю, что сейчас я произношу предложение С интонацией восклицания Я радуюсь То есть, опять же, у них есть планшет, где подсказка Что если такая инструкция, то надо ставить восклицательный знак Соответственно, на этом этапе мы вводили понятие восклицательного предложения Побудительного предложения Вопросительного знака То есть, это вот формировалось именно на этом этапе Ну, следующий здесь приводит пример Мы также взяли у Коняхиной Это Донетка Это любимая игра наших детей Это у них даже используется как поощрение То есть, здесь дана картинка И к этой картинке предложение И, глядя на предложение, ребенок должен ответить Да или нет Верно или неверно Следующий блок работы с текстом Это работа с коротким текстом Текст обязательно прочитывается учителем Потом детьми Здесь обязательным условием была визуальная картинка На которой они ориентировались То есть, содержание текста отображалось в этой визуальной картинке И мы как раз дальше, когда задаются вопросы по тексту Учили ребят обращаться в сам текст То есть, ориентироваться и находить ответы в вопросах Именно из теста Здесь особенность такая Обратите внимание, что предложение Когда текст еще увеличивается Предложения все записаны в столбик То есть, для того, чтобы ребенку проще было и легче ориентироваться в тексте То есть, на первых этапах мы записывали предложение все в столбик То есть, каждое предложение начиналось с новой строки Сначала вопросы и ответы содержали картинки То есть, была визуальная поддержка Затем они подкреплялись словами Потом картиночки все убирались И сейчас, конечно, наши дети уже практически Если отвечают на вопросы по тесту То у них поддержка, вот визуальная именно в тесте Уже минимизирована Так, давайте посмотрим дальше Не щелкает, вот щелкает Перещелкнула, секунду Дальше у нас следующий блок Следующий этап работы Это была работа по серии сюжетных картинок Сначала серия сюжетных картинок Было 4 картиночки Дальше она достигала даже 12 картинок Но сначала, естественно, мы начинали с 4 Здесь мы брали пособие Начинали с пособия Загуменной Брали картиночки из запасов Кагарлицкой Ну и также свои тоже использовали иллюстрации Итак, что здесь Именно на этом этапе, что мы отрабатывали Вот здесь появляются новые виды работы Мы о них поговорим чуть позже А также здесь уже шла подготовка ребят К пересказу текста То есть дан текст Дальше даны вопросы по тексту Вот здесь мы формировали Чтобы учить себя отвечать на вопросы по тексту Мы использовали такой прием, как хоровые ответы То есть вопрос читается взрослым И дальше они хором отвечают Вместе с учителем На поставленный вопрос Также Ориентируясь на текст У них сначала выставлялись картинки по тексту Когда читался текст То представлялась картиночка визуальная К данному предложению Потом они все перемешивались Ребенок должен был восстановить Последовательность предложений по картинкам Потом следующим этапом Восстановить последовательность предложений Уже в написанном виде Расставляя порядок в виде цифр Опять же здесь Они опирались на текст Который лежал перед ними Еще одним из приемов Ну наверное я сейчас не буду говорить Чтобы время оставить Посмотреть какое-то видео У нас тут есть интересное Продолжу О видах работ Чуть будет дальше сказано Следующий этап В работе над текстом Это уже подготовка К более серьезному пересказу Здесь мы работали С текстом в пауэрпоинте Опять же дан был текст Перед глазами ребят Этот текст лежал Сначала этот текст Зачитывал учитель С опорой Сейчас секунду С опорой на визуальную Сюжетную картинку Сейчас вы увидите Как все это происходило То есть ярко в небе Сейчас тут Здесь не получилось у меня Почему-то Но смысл в том Что в пауэрпоинте Все предметные картинки В сюжетной Появляются постепенно По чтению этих предложений То есть сначала дана просто картинка Где снег, небо и дерево И по чтению предложений Появляются предметы То есть в небе ярко светит солнце Появляется солнце Из берлоги проснулся медведь В берлоге появляется медведь Заяц сменил шубку серую Белую на серую Появляется заяц Также про скворца Про воробья Давайте сразу видео покажем Ну давай, да, давай Видео можем показать Давай, хорошо Сейчас, подождите секунду Я попробую найти Вот Но здесь у нас про ранний Лето Да, да, да А видео будет про лето Ну давайте попробую сейчас О, Наташа, ты включила, да? Все видно Итак Или подождите Итак Вот это вот была работа с текстом В пауэрпойнте Ну не вся Мы сейчас с видами работ Чуть попозже познакомимся Следующий А далее уже следующий блок Его почему-то А, как раз, да Это шла Следующий блок Это работа с литературным произведением Ну вот Более, конечно, подробно С литературным произведением С большим Вы познакомитесь чуть позже Да, будет выступать Как раз Виктория Пенькова Но в первом дополнительном классе Мы также затронули эту тему Главное здесь было то Что тексты, которые мы брали Были очень доступны И понятны детям То есть это такие На первый взгляд Может быть покажется Что это достаточно простые тексты То есть не для ребенка первого Тем более дополнительного класса Вот Но главное здесь было Не сорвать поведение ребенка И опять же Учиться продолжать работать с текстом Мы брали такие тексты Как Колобок Как Теремок Как Зимовье зверей То есть в основном Это были русские народные сказки Для какого детского Младшего дошкольного возраста Младшего дошкольного возраста Брали рассказы Сказки Сутеева Который сопровождал их много иллюстраций То есть в основном Вот на этом делали опор Главное здесь было То, что текст надо было разделить На смысловые части Каждую часть мы описывали Двумя-тремя простыми предложениями Каждой части подбирали Обязательно иллюстрацию И текст оформляли В формате диафильм Вот можно посмотреть Разный формат, скажем так, диафильма Первая это сказка Теремок Где у нас текст сопровождается Сюжетными картинками Либо формат диафильм Который мы привыкли с вами Видеть Здесь на этом этапе Мы использовали Ну и вообще настоящий проектор Конечно, это было Ну, очень Наверное, прям для них было супер Какое поощрение То, что использовать диафильм Мы сейчас до сих пор его используем Ну вот давайте посмотрим Теперь более подробно Любовь Николаевна, покажем видео? Сейчас, Наташа, давай чуть попозже покажем Вы мне дайте знак Да, обязательно Подожди, я уже Мишка на лыжах Мишка на лыжах Сейчас мы как раз дойдем Да, и будет мышка на лыжах Итак Первое Какие виды? Это, естественно, с использованием предметных и сюжетных картинок Сейчас я попробую видеть Это вот то, что мы до этого смотрели Когда я говорила, что по тексту есть презентация С использованием Сначала мы использовали картинки Потом их заменили словами Вот как раз этот образец Вот этого представления Что сначала ответы в сюжетных картинках или в предметных А далее уже Когда детей словарный запас становится больше То мы заменяем это словами Следующее Это вот как раз работа То, что вы сейчас видели В презентации Когда мы хором отвечаем на вопросы Появляются картинки То есть сначала все эти окошечки пустые Сначала, ребята Ну, на первых текстах Мы вместе все это делали Дальше мы их потихонечку приучали к самопроверке То есть они сами сначала читали вопрос И приклеивали нужный ответ А потом мы это хором проговаривали И они проверяли у себя Так ли они сделали Так, следующий вид работы Вот здесь это соединим Начало и конец предложения Следующий вид работы Который сейчас мы более активно используем Так как у нас ребята выросли Они уже с текстом Можно сказать, что хорошо Да, Наталья Александровна работают То есть они могут найти ответ в тексте Используя его Ну, конечно, адаптированный текст Не огромный который И здесь уже ответ на вопрос Дан Ребенку надо только закончить ответ То есть дано уже начало ответа И ребенок вписывает Конец ответа Так Это следующее Как раз Ну вот давайте здесь, наверное, да Посмотрим мишку на лыжах Это прием Это прием, который вы видели И до этого ребята использовали То есть либо картинкам подбирают предложения Не слышит Не слышит В конце вот как раз этой работы Дети пробовали рассказать по картинкам Весь текст Конечно, простыми предложениями Конкретными То, что изображено на картинке Но это такая большая самостоятельная их работа Следующий А, ну вот как раз Опять же Это в PowerPoint Здесь, естественно, все эти цифры не расставлены Просто почему-то у меня сейчас в презентации Не получается вам показать, как это выглядит Но я думаю, что все Знают, как появляются цифры Да? В один клик По порядку Вот точно так же и здесь То есть ребята сначала сами у себя Индивидуально проставляют предложения А дальше, как самопроверка Они смотрят на доску И уже как появляют Так ли у них или нет Точно так же соедини начало и конец предложения Они сначала делают сами А потом мы это делаем на доске все вместе Еще один вид работы О котором я не говорила Закончи предложение, заменив картинку словом То есть здесь ребята читают И ориентируясь на картинку, заканчивают предложение Вот одно из самых сложных, наверное, работ Когда надо, ориентируясь на текст То, что вы уже сейчас видели несколько раз Писать пропущенное слово И опять они прочитывают это предложение И снова Ну, оно у них прокручивается уже несколько раз Так Вот еще один Сейчас мы покажем в оставшееся время Последнее видео Это вид работы уже с большим текстом Здесь мы используем несколько приемов Ну, один из таких приемов Мы его назвали как прием старого сундука Те же самые рассказы Небольшие Сутеева Героев, которые появляются в произведении Мы заменяем предметными картинками То есть а-ля Не просто именно кукольный спектакль А сами герои То есть если вот про котят Которые были серы, белые и черные То есть именно из сундука Появлялись герои Серый, черный, белый котенок По мере того, как прочитывался текст И с ними совершались те же самые действия Что и в произведении То есть мы таким способом Визуализировали этот текст Точно так же мы используем Используем в тексте И кукольные спектакли Используя кукольных героев Которые перчатки Куклы-перчатки Сейчас мы покажем Заранее То есть дети сейчас После работы над текстом Получается у нас обычно Третий урок работы с текстом Заканчивался с инсценировкой И надо сказать, что в конце каждого года Мы ставили большой спектакль для мам Натальи Александровны И сейчас в этом году планируется точно так же Где дети уже серьезно работают Как актеры Ну и последнее, наверное, что Коллеги, у нас Да, последнее, что я хочу Вот прям одну минуточку Что у нас сложился свой план урока Который как раз включал Несколько этапов То есть это орг-момент Артикуляционная гимнастика Чтение слов для развития техники чтения Дальше у нас работа была для индивидуальной коррекции То есть они выполняли разные задания У кого какая проблема А следующее, это уже шла работа с текстом И выполнение подготовленных заданий Ну вот, наверное, и все Что мы хотели сказать сегодня Можно я отвечу на вопрос По поводу нежелательного поведения Да, Наталья Был вопрос Кто-то написал комментарий Какие у вас послушные дети Ну, во-первых, конечно же Вы понимаете, что это нарезка Да, мы вам хотели показать Как бы одни из самых лучших кусочков наших занятий Я вас уверяю, что наши дети с аутизмом Как бы, несмотря на всю нашу эффективную работу Остаются, к сожалению, детьми с аутизмом И если мы работаем над одним нежелательным поведением На завтра может появиться другое нежелательное поведение Но тот факт, что дети сидят так за партами И так работают Это результат трех лет эффективной работы нашей команды У нас дети, которые берут эту программу с трудом Программу 8.2, они идут, нелегко ее берут Но они учатся, они с удовольствием приходят в школу С удовольствием сидят на уроках Естественно, как бы, своих проблем у нас тоже много разных Но именно благодаря... Можно сказать, Наталья Александровна Что у них мотивация есть Они хотят учиться Да То есть я могу сказать, что благодаря тем методам Которые мы использовали Мы сформировали у них мотивационные условия Делать упражнения, которые им дает учитель во время урока И домашнее задание дома И более того, для многих из наших детей Эта деятельность является поощрением Именно потому, что она подкреплялась В течение продолжительного времени Поэтому стала для них знаменима Вся работа по обучению, воспитанию детей Любых, неважно, есть у них аутизм, нет у них аутизма Какие бы ни были у них нарушения речи Она должна быть направлена на это На то, чтобы сформировать мотивацию к этим видам деятельности Чтобы эта деятельность стала для них любимой И без прикладного анализа поведения Я вас уверяю, это невозможно То есть учитель может достигать этих методов Но он использует эти методы, знаете, априори Он интуитивно Это не искусственные методы Это методы, родившиеся из человеческого опыта Просто теоретически описанные Поэтому я вас призываю узнать о них поподробнее И попробовать применить к своим детям И не только к детям, к взрослым тоже Спасибо большое, Наталья и Любовь Очень интересное сообщение С Натальей мы сегодня еще увидимся чуть позже Она расскажет об адаптации учебных материалов Да, во второй части мы будем говорить Во второй части семинара мы будем говорить Про продолжение этой работы во втором-четвертом классе Да, чуть позже вы услышите В 16.30 будет этот вебинар Спасибо большое До свидания, коллеги Если какие-то вопросы в чате еще отвечало Очень много Если что-то осталось, можно продолжать отвечать Мы сейчас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому